Это местное время воскресенья в студии Олега Вильев. Здравствуйте! И в начале о главных темах выпуска. Своевременная поддержка бизнеса и граждан. Очень хорошая поддержка, скажем так, потому что пока нет работы, пока проблемы с финансами. На какие послабления в период пандемии коронавируса могут рассчитывать предприятия и рядовые жители Чувашии? Разговор по существу. Буду посещать, общаться с людьми, причем с простыми людьми, ровно на те проблемы, которые их волнуют. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии провел видеопресс-конференцию с журналистами и ответил почти на полсотни их вопросов. В Чувашии возобновили плановую вакцинацию детей по национальному календарю. Прививаются дети в отделение здорового ребенка. Сюда не допускаются дети, имеющие какие-то заболевания. А вот нагружать иммунную систему взрослого населения медики пока не спешат. Прививки приостановлены по всей стране. Их разрешат после получения вакцины от коронавируса. Последний звонок в новом формате. Вы уже сделали первый шаг. И сейчас стоите на пороге серьезных ответственных решений. Со школой выпускники в этом году прощались через приложения в соцсетях. Виртуально получали наставления от директоров, учителей и желали друг другу удачи на экзаменах. Восстановить лес. Требность сеянцев это было 1 миллион 700 тысяч штук. Около 1 миллиона сеянцев мы вырастили на нашем питомнике. В этом году в Чувашии собираются обновить лесной массив на площади в 1000 гектаров. Количество официально подтвержденных случаев COVID-19 в Чувашии еще до конца рабочей недели перевалило за 2100. По данным Минздрава, треть заболевших выздоровели. Тем временем в республике утвердили план поэтапного снятия ограничительных мер. Соответствующий документ подписал руководитель региона Олег Николаев. В принципе, под требования Роспотребнадзора, которое ведомство выдвинуло, чтобы перейти к первому этапу смягчения, Чувашия попадает. Но откроются ли небольшие магазины с одеждой и непродовольственными товарами? Об этом говорили на заседании оперативного штаба. На сегодня в республике развернуто 1267 коек для пациентов с COVID-19 и с пневмонией. На аппаратах ИВЛ находятся 15 человек. Планируется развернуть еще 35 коек во второй городской больнице, 30 в городском клиническом центре. Таким образом, коечный фонд будет доведен до 1302. Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, сегодня один из самых насущных вопросов – стимулирующие выплаты. Выплаты все произведены. В соответствии с поручением президента 15, 16, 17 мая были произведены перерасчеты с введенными введениями. На сегодняшний день все эти перерасчеты доведены до сотрудников, то есть выплаты произведены. Пока ситуация не позволяет вести речь о переходе к снятию новых ограничений, сказал Олег Николаев. В некоторых районах отмечен существенный прирост числа заболевших. В красной зоне у нас остались лидирующие позиции Ядринский район, Батаревский район и Маргаушский район. Ухудшилась ситуация и перешли из желтой в красную зону Чебоксарский район, Порецкий, Урмарский. Особенно неблагоприятная ситуация в Ядрине. Там зафиксирован 81 случай. В связи с этим отмечают недостаточную работу по противодействию распространения вируса на местах глав администрации муниципалитетов. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Чувашии предлагает ввести в Ядрине режим особых ограничительных мер. Ограничить свободное перемещение граждан за пределы города Ядрин, прекратить транспортные сообщения по автомобильным дорогам, в том числе межмуниципальные. Кроме перевозок пищевых продуктов, товаров первой необходимости и специального транспорта, а также вывоза отходов и так далее. Запретить уличную торговлю в этом городе, сократить количество объектов торговли на 50%. В Рио главы предложил обсудить тему перехода Ядрина в режим карантина более подробно и решить этот вопрос к ближайшему понедельнику. Для того, чтобы переломить ситуацию, нужно еще поднапрячься. Нужно собрать силы в кулак. Нужно последовательно действовать в том направлении, которое мы сами для себя уже выработали план мероприятий. И тогда реально мы можем уже в ближайшую неделю выйти на те показатели, в соответствии с которыми мы можем начинать снимать режим ограничений. В Рио главы республики для большего контроля за работой глав муниципалитетов, а также за соблюдением всех мер предосторожности, предложил создать дополнительные мобильные группы по мониторингу ситуации в районах. Они начнут работу на следующей неделе. Наталья Горова, Никита Углев, Вести Чувашия. Соблюдают ли жители и работники сферы торговли и услуг масочный режим и самоизоляцию в районах республики? За этим пристально следят специально созданные в муниципалитетах мобильные группы. Сколько протоколов составили на нарушителей и какой из запретов чаще всего не исполняют. Наша съемочная группа проехалась вместе с проверяющими по Шумерлинскому и Порецкому районам. С таким вопросом проверяющие заходят в каждую торговую точку, отделение банка или парикмахерскую. Завидев делегацию, принимающая сторона, как правило, не дожидаясь курса ликбеза от людей в погонах, сама начинает рассказывать, что сегодня можно, а чего нельзя. Посетителей в торговый зал опускают исключительно в масках, если потребуется, в продаже есть и перчатки. Помещение по несколько раз за день проходит санобработку. Все-таки опасный вирус. Серчане об инфекции тоже наслышаны. Походы в магазины свели до минимума. А если и выходят за хлебом, то только в средствах защиты. Меры предосроченно обязательно соблюдаем. Без этого никак нельзя раз. Положение такое. Это редко, какого можно увидеть. Без маски кто-то ходит. В основном соблюдает. В районе сегодня работают 12 мобильных групп из числа сотрудников администрации МВД и МЧС. В общей сложности около 40 человек. Они каждый день проверяют, выполняются ли требования ограничительного режима. Каких-то серьезных нарушений ни со стороны жителей, ни со стороны работников торговли и услуг они не выявили. Нарушений нами не установлено. То есть на сегодняшний день где-то у нас в общей сложности 42 акта составлено в отношении граждан. Но это в основном за то, что нарушается режим самоизоляции. В последнее время граждане сознательнее стали. Все те требования, которые указаны в указе главы Чувашской республики, они в целом соблюдаются. Граждане с пониманием относятся. В основном мы делаем акцент на разъяснительную работу. В Шумерле объекты сферы торговли и услуг ежедневно объезжают 8 мобильных групп. Здесь компанию проверяющим составили еще и сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Вопросы у делегации те же. Измеряют ли температуру работникам перед открытием точки, все ли обеспечены масками и перчатками. Вопросы, впрочем, на злобу дня. В Шумерле количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило за полсотни. Это почти вдвое больше, чем по всему Шумерлинскому району. Информация об этом, похоже, держит в тонусе владельцев бизнеса и продавцов. Меры предосторожности, по их словам, у них запредельные. Покупатели обслуживают перчатки, маски, без масок не входят. Перед каждым посетителем, если дверь открывается, антисептиком обрабатываю. Вот вы сейчас все собрались, а это противопоказано тоже. Дистанция полтора метра. А у вас здесь 10. Не кучковаться проверяющих попросили и в Порецком. Вы тоже соблюдаете правила, не кучкуйтесь. Все верно. Полтора метра, да. Сегодня такое время, когда напоминать о правилах безопасности, не зазорно и людям при высокой должности, считают продавцы магазинов. И в этом правы. Ситуацию с распространением коронавируса в районе сами местные власти называют напряженной. Количество зараженных здесь приближается к полусотне. Всему виной вспышка инфекции на крупном предприятии. К счастью, вовремя локализованная, но успевшая подпортить статистику. Так что антисептики на входах в учреждения, маски на лицах вполне привычная лепаричан картина. Все и в магазинах здесь стоит, мы уже обработались. И у сабинок в машине тоже у нас лежит. Мы, как и положено, проводим дезинфекцию улиц силами нашего МУП, ЖКХ. Также силами привлекли общественные остановки, силы станции в борьбе с болезнями животных. И специализированная техника, дух у них есть, и одеты, и специальные люди. И тоже обрабатывают пространство. Ну а управляющие компании занимаются обработкой подъездов, жилых домов. В каждом из муниципалитетов мобильные группы патрулируют еще и общественный транспорт. Салон должен быть заполнен пассажирами наполовину и постоянно обрабатываться дезинфекторами. Только наступая по всем фронтам, заразу удастся локализовать. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Никита Углев, Вести Чувашия. Мы только к одному. Дополнительные меры поддержки граждан и бизнес-организаций. В Чувашии по поручению в Рио главы республики Олега Николаева ситуацию держит на контроле региональное министерство финансов. Об уже доступных видах поддержки в нашем сюжете. Житель Чебоксара Станислав Гусев два года назад с супругой оформил ипотечный кредит на 25 лет. В период пандемии коронавируса он остался без работы и дохода. Платить по счетам стало сложнее. Однако в банке смогли решить его проблему и одобрили кредитные каникулы. Очень рад, что банк пошел навстречу, потому что это очень хорошая поддержка, скажем так. Потому что пока нет работы, пока проблемы с финансами, очень сильно выручает. Бизнес региона тоже может рассчитывать на финансовую поддержку. Из-за тяжелой ситуации с COVID-19 компании различных отраслей имеют право на кредиты по сниженным ставкам. Или вовсе нулевые кредиты для выплат зарплат сотрудникам. Такой возможностью воспользовался и руководитель одного из предприятий города Александр Козлов. В его компании 56 сотрудников. Все они по-прежнему в штате с сохранением заработной платы. Также ему предоставили кредитные каникулы на 6 месяцев. В прошлом году бизнесмен взял в банке 75 миллионов для развития нового дела. Бизнес развивался, все было хорошо, но сложилась такая ситуация не очень хорошая, критическая, можно сказать. Сбербанк пошел мне на встречу, дал 6 месяцев кредитных каникул. Для меня это очень серьезно. Несколько ведущих банков активно включились в решение проблем заемщиков. К примеру, на сегодня Сбербанк реструктуризировал порядка тысячи ипотечных и потребительских кредитов для жителей Чувашии. На общую сумму более 490 миллионов рублей. Что касается предприятий, то за март и апрель банк провел свыше 630 реструктуризаций. Выдал более 237 кредитов под 0% на зарплату на общую сумму 500 миллионов рублей. Мы оказываем всецелую поддержку клиентам, которые являются пострадавшими от ситуации с коронавирусом. Наиболее часто все-таки обращаются за реструктуризацией, пролонгацией потребительских кредитов. Потому что кредиты, которые берутся на ипотечные цели, там больше осознанность клиентов, они больше умеют планировать семейный бюджет. Получить помощь просто. Физическим лицам достаточно подать заявку на сайте банка или проконсультироваться по телефону горячей линии. Для предприятий процесс также упрощен. Нужно зайти в систему банка онлайн. Если компания попадает в программу государственной помощи, то там уже есть баннер суммы одобренного кредита. Но есть случаи, когда банк может отказать. Чаще всего отказ получают те субъекты малого предпринимательства, кто не входит в реестр субъектов малого предпринимательства, кто не является и работает в отрасли, которые не являются пострадавшие в ходе кризиса. По информации регионального министерства экономического развития, более 830 субъектов малого предпринимательства республики подали заявление в банке на реструктуризацию кредитов. 519 из них одобрены на сумму 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Елена Михайлова, Михаил Солин, Вадим Владимиров, Вести Чуваше. На этой неделе вице-премьер Чуваше Алла Салаева провела сразу несколько онлайн-стреч с федеральными экспертами. С председателем Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку Анатолием Аксаковым обсудили развитие цифровой экономики. Анатолием Аксаков отметил, что в республике сформирован высокий кадровый потенциал, так что наших специалистов IT-сферы вполне могут задействовать в цифровизации. Также в Доме правительства на этой неделе в режиме видеоконференц-связи обсудили развитие медицинского туризма в Чуваше. В дискуссии приняли участие главные врачи крупных клиник республики, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меломет. В здравоохранении республики сейчас активно развивается направление международного туризма. И это не только отдых в здравницах республики, но прежде всего реабилитация и восстановление после болезней и травм. Надо все-таки разделить два понятия. Оздоровление, то, что все-таки идет в санкуи, и реабилитация, то, что требует высоких технологий, именно реабилитационного потенциала. У нас в республике уже много лет назад была создана полноценная трехуровневая система реабилитации в различных направлениях медицины. Кардиология, офтальмология, ортопедия и педиатрия. На сегодняшний день тот реабилитационный потенциал, который находится на базе реабилитационного центра детского, на базе республиканской детской клинической больницы, он есть, он имеет, но он тоже требует модернизации. Мы движемся вперед. Детское здравоохранение республики тоже может представлять серьезный интерес в плане международного туризма. Тем более, что у нашей педиатрии хороший кадровый потенциал. Современная реабилитация – это очень высокие технологии, это очень дорогостоящие оборудования. Нам нужно серьезное финансовое влияние на федеральном уровне для оснащения современным оборудованием. Подготовить сейчас очень оперативно материал именно в рамках того, как я просил, в состоянии вопроса. Проблемы, которые нам надо решить. И вопросы, которые вы считаете, что это вопросы уровня главы республики, с которыми он должен дальше уже работать как непосредственно участие. В конечном итоге туристический бренд Чувашия должен достичь международного уровня и в плане отдыха и оздоровления, и в плане прогрессивных медицинских технологий. Татьяна Ванова, Михаил Солин, Вести Чебоксары. В Чувашии начался прием заявлений на президентские выплаты детям от 3 до 7 лет. Пособие получат семьи, в которых средний доход на человека не превышает величину прожиточного минимума. В республике размер выплаты составит 4770 рублей. Сколько семей в Чувашии могут рассчитывать на пособие и какие еще социальные выплаты, предусмотренные родителям с детьми. Разъяснение по этим вопросам дали в ходе прямой линии министра труда и руководитель пенсионного фонда. За ежемесячными выплатами на детей от 3 до 7 лет можно обратиться дистанционно. Заявление принимают через портал Госуслуг и на сайте пенсионного фонда. Руководитель профильного ведомства Алена Елизарова отметила. При этом не нужно собирать всевозможные справки и документы. Все необходимые сведения специалисты получат в рамках межведомственного взаимодействия. К примеру, ту же справку о доходах онлайн предоставит налоговая служба. Пособия в 4770 рублей начнут выплачивать уже в июне, на месяц раньше запланированного срока. Но такая мера поддержки рассчитана только для семей с небольшим достатком. А точнее, если на каждого доход меньше 9,5 тысяч. По предварительным данным, это пособие в Чувашии получит около 38 тысяч детей от 3 до 7 лет. Если ребенок достиг 3 лет с 1 января текущего года, то, соответственно, семья, обратившаяся сейчас за этой выплатой, в июне получит ее с учетом расчета, начиная с 1 января. То есть за месяц с января по май, за каждый месяц это пособие будет начислено. Кроме того, у семей есть еще несколько месяцев на оформление президентских выплат. Заявление на пособие по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет за апрель, май и июнь принимают до 1 октября. На эти выплаты могут рассчитывать свыше 34 тысяч детей. Большинство родителей уже обратились за поддержкой. Заявление также подали почти все семьи, которые могут получить единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. В республике их больше 200 тысяч. Все заявления, включительно поступившие по 22 число мая, мы рассмотрим до 26 мая. Средства по ежемесячным выплатам будут произведены, перечислены 28 мая. По 10 тысячам выплаты производятся в июне. Управляющая региональным отделением Роза Кондратьева уточнила, не всегда заявление на выплаты можно оформить дистанционно. Если не указан СНИЛС, родителям ребенка с двойным гражданством, а также опекунам приемных детей, для подачи заявления необходимо обратиться лично. Многие спрашивали, почему президентские выплаты рассчитаны только на ребенка до 16 лет. Министр труда и соцзащиты отметила, сегодня семьям с детьми предоставлены беспрецедентные меры поддержки. До совершеннолетия детям выплачиваются ежемесячные пособия. Кроме того, часть 17 и 18-летних получают стипендии. Алена Елизарова также напомнила, впервые за последние 12 лет увеличена сумма регионального материнского капитала. Получить ее могут семьи с маленькими доходами. Для поддержки многодетных предусмотрена возможность получения 20 тысяч наличными и средств маткапитала. На днях они будут рассмотрены кабинетом министров республики. И во второй половине мая обязательно будут эти правила приняты. И с июня текущего года эту единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей семья уже может получить на руки. Во время прямой линии поступило больше 200 вопросов. Разъяснения будут даны по каждому из них, заверила профильный министр. Ирина Николаева, Андрей Спиридонов, Вести Чувашия. На этой неделе Олег Николаев провел онлайн-пресс-конференцию. Журналисты поинтересовались, у него единый день голосования не за горами, и как он намерен завоевывать голоса сельчан. Пока в Рео главы Чувашии не сильно баловал районы Чувашии своим вниманием, и деревенские люди мало что о нем знают. Олег Николаев признался, что его главный подход это рассказать и показать людям то, как власти планируют развивать республику в разрезе с посланием президента страны. Каждый район в любом случае в ближайшее время, может даже неоднократно, буду посещать, общаться с людьми, причем с простыми людьми, ровно на те проблемы, которые их волнуют в повседневной жизни. И учитывая, что я свободно владею и чувашским, и русским языком, здесь форма коммуникаций, мне они тоже, скорее всего, будут более доступны. Олег Николаев отметил, что и сам вырос в сельской местности и не понаслышке знает, что прежде всего сельчан волнует, будет ли развитие их территории и станет ли больше рабочих мест. А в этом направлении он вместе со своей командой уже работает. В республике расширили формы поддержки сельхозтоваропроизводителей, увеличили ее объем. Стартовала льготная сельская ипотека. В рамках программы жителям Чувашии уже выдано 170 миллионов рублей на покупку жилья. А заявок по подсчетам Россельхозбанка собрано на 700 миллионов. Основные параметры под 3% не более 3 миллионов рублей. И мы здесь пошли дальше, Чувашская республика. То есть если Российская Федерация эту сельскую ипотеку выдает по 3% годовых, то мы за счет средств бюджета для тех категорий людей, которые для себя не просто выбирают место жительства сельскую территорию, но и работу, уменьшили эту ставку ипотеки до 0,1%. Ставку сельчанам могут снизить вплоть до 0,1% для многодетных семей, до 0,5% для представителей АПК и до 1% для работников социальной сферы. В Рио главы Чувашии отметил, отрадно, что сейчас пошли заявки не только на покупку, но и на строительство домов. Кроме того, Олег Николаев признался, что в свободное время охотно работает на земле и любит простую здоровую еду. Когда у меня спрашивают, что вы любите готовить, я всегда отвечаю картошку в мундире. Очень люблю картошку в мундире, честно говоря, с родственными людьми. И варю его очень хорошо. Что же касается возможного переноса единого дня голосования, в Рио главы Чувашии ответил, что вопрос не в его компетенции, но выразил уверенность, что до сентября эпидемиологическая ситуация в регионе улучшится. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Михаил Солин, Вести Чувашия. В школах республики на этой неделе прозвенели последние звонки. Правда, в этом году по понятным причинам праздник пришлось перенести в виртуальное пространство. Нынешние школьники, похоже, запомнят последний звонок надолго. В этом году никто из них не отпаривал костюмы платья, чтобы при полном параде прийти в школу. Напутственные слова от директоров родителей ребята слушали онлайн, каждый у себя дома. Свои видеопоздравления детям адресовали и учителя. День волнующий, радостный и грустный одновременно. Путь шаг к будущим настижениям у вас будет успешным. И вы уже сделали первый шаг. И сейчас стоите на пороге серьезных ответственных решений о выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути. Перед вами открыты все дороги. Позвольте в этот торжественный день от лица девятиклассников поздравить, выразить вам благодарность за знания, за ваш нелегкий труд. Спасибо вам за мудрые советы, помощь, поддержку, за чуткость и доброту. Хотим от души пожелать вам терпения, достойных и благодарных учеников. После своеобразной официальной части выпускникам предложили поучаствовать во флешмобах под названиями «Последний звонок и вместе поем». За считанные часы в социальных сетях под хэштегом «Я выпускник» появились тысячи фотографий школьников. Что касается экзаменов, ОГЭ для девятиклассников отменен. Оценки в аттестат им выставят на основании годовых отметок. А вот ЕГЭ будут сдавать только те одиннадцатиклассники, которые надумали поступать в ВОЗ. Остальных выпускников от обязательных экзаменов освободили. Готовиться к итоговой аттестации ребята будут в онлайн-режиме. ЕГЭ по географии, литературе и информатике назначен на 29 июня. На этой неделе Минздрав страны приосновил плановые прививки взрослому населению, объяснив свое решение тем, что это лишняя нагрузка на иммунную систему человека в период эпидемии коронавируса. Прививки начнут делать после того, как найдут вакцину от коронавируса, заявили в ведомстве. Тем временем детей в процедурных кабинетах принимают. В Чувашии возобновили плановую вакцинацию несовершеннолетних против инфекционных заболеваний. Иммунизация продолжена согласно национальному календарю профилактических прививок и на основании письма руководителя Республиканского Роспотребнадзора Надежды Луговской. Наша съемочная группа побывала в детской поликлинике Новочебоксарского медицинского центра. Десятимесячный Ваня из Новочебоксарска проходит уже привычную процедуру. Малыша осматривают и измеряют температуру. В ходе беседы с мамой Инной Михайловой врачи анализируют возможные противопоказания к вакцинации. В конкретном случае их нет. Поэтому мальчик с мамой отправляется на прививку. Согласно национальному календарю, их делают от дифтерии, коклюша, кори, полиэмилита и других особо опасных инфекций, говорят врачи. В медучреждении строго следят за мерами по предупреждению коронавирусной инфекции. Прививаются дети в отделение здорового ребенка. Сюда не допускаются дети, имеющие какие-то заболевания. То есть полностью исключается контакт с больными детьми. Не надо толпиться. Не боишься, что заболеет, заразится. Приемы по записи. Звонит медсестра, приглашает раз в месяц. И по графику, соответственно, делают прививки. Прививочный кабинет работает с 8 до 18. Очереди перед ним практически нет. Родителям с малышами легко соблюсти дистанцию, делится Инна Михайлова. Так считает и Ольга Пологушкина. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, плановую вакцинацию сына Павла в семье решили не пропускать. Кроме коронавируса еще много инфекционных заболеваний. Поэтому решили сделать все вовремя по графику. Все соблюдают дистанцию. Поэтому, думаю, будет все в порядке. Прививки проводятся с согласия родителей и законных представителей детей. В нынешней эпид-обстановке количество отказов от прививок увеличилось, говорят врачи. Родителям советую, которые собираются отложить или отказаться от прививки, проконсультироваться со своим лечащим доктором. Собрать всю необходимую информацию о данном инфекционном заболевании, о важности проведения прививки, о последствиях отказа от нее. Для решения вопроса индивидуальной схемы вакцинации можно обратиться к врачу кабинета иммунопрофилактики или в иммунологическую комиссию детской поликлиники, отмечают специалисты. Оксана Замятина, Алена Артемкина, Семен Антонов, Вести, Чувашия. В Чувашии завершены весенние лесовосновительные работы. Всего в этом году планируется провести обновление лесных массивов на площади более тысячи гектаров. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Сохранение лесов» и финансируются из федерального бюджета. Питомник чебоксарского лесничества. Пока ничто не выдает в этих малышах будущие могучие деревья. Это одно и двухлетние сеянцы сосны обыкновенной. В общей сложности более миллиона трехсот штук. Все они послужат восстановлению пострадавших от пожаров участков. Для того, чтобы избежать любой возможности заражения болезнями и вредителями, крошечные хвойные обрабатывают химикатами. Сотрудники чебоксарского лесничества этой весной провели восстановительные работы на площади в 220 гектаров. Расчистили горельники, подготовили почву для будущих посадок. Именно здесь, в 2010-м, бушевали страшные пожары, уничтожившие большие участки леса. Потребность сеянцев было 1 миллион 700 тысяч штук. Около 1 миллиона сеянцев мы вырастили на нашем питомнике. Также нам помогают наши коллеги и коллеги из других лесничеств. В этом году нас наберли сеянцами. Это Шимушинское лесничество и Брестинское лесничество. Также на площади еще в полсотни гектаров были посеяны семена хвойных. Такой метод восстановления горельников был опробован в лесничестве только в 2012 году. Чуваша, первая из регионов ПФО, отчиталась о завершении весенних восстановительных работ. На площади в 480 гектаров. На помощь лесникам приходит и техника. Она была приобретена в рамках нацпроекта «Сохранение лесов». У нас приобретается как и лесохозяйственная техника, так и лесопожарная техника. На сегодня у нас уже в республике поступило по мероприятию приобретение лесохозяйственной техники 5 культиваторов. Получена экономия и еще два дополнительных культиватора лесных мы приобретаем в ближайшее время. Кроме этого у нас приобретена и лесопожарная техника. Это два трактора и три бульдозера. На этом работа у сотрудников лесничеств не завершается. На этой неделе они начнут высаживать сеянцы сосны на подготовленную почву. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Семен Антонов, Вести Чувашия. Этим летом чебоксарцы вновь смогут покататься на водных трамвайчиках. В речном порту возобновляют рейсы в Заволжье до пляжа и поселка Сосновки. Эта новость стала одной из обсуждаемых тем на совещании по развитию круизного туризма. Подробнее Оксана Замятина. Вопрос речной навигации до Заволжья совместно с властями города и республики проработан. И сегодня уже можно говорить об открытии рейсов на левый берег Волги. Напомню, их прекратили в прошлом году из-за отсутствия транспортной безопасности и финансирования. Судно для перевозки пассажиров готово. Осталось решить вопрос с персоналом, отметил генеральный директор речного порта Ванифати Шайкин. Он же и назвал дату, когда для жителей начнет курсировать речной трамвайчик. Вот сегодня, то есть из-за того, что в некоторых регионах, особенно в Нижнем Новгороде, это особое положение, мы не можем подготовить там специалистов. Но думаю, с 1 июня там, ну то есть откроется некоторое учебное заведение, мы подготовим специалистов, ну там надо подготовить. И при хорошем стечении обстоятельств, к 20 июня, наверное, пассажирское движение на левый берег будет открыто. В нынешней эпид-обстановке движение по Волге запрещено. Пока до 1 июня, отметил руководитель Чебоксарского речного порта. Ежегодный речпорт в столице Чуваши принимает около 400 судов. В прошлом году, например, здесь причалили 384 туристических теплохода. Заместитель председателя кабинета министров Чуваши Алла Салаева напомнила, что с 2019 года Чебоксары вошли во всероссийскую дестинацию «Волжский путь» и получили федеральную поддержку как центр речного туризма. Эта дестинация включает в себя 7 основных субъектов Российской Федерации. И Чебоксары как раз находятся в центре. Это 10 миллионов туристов. Это именно тот проект, который был изначально разработан Ростуризмом. Именно он получил поддержку со стороны федерального бюджета. Одновременно в республике реализуется приоритетный инвестиционный проект «Чувашие сердце Волги». Ворота речного туризма республики «Речной порт» также планируют благоустроить, как и территорию залива. Оксана Замятина, Андрей Шоклев, Вести, Чувашия. Такой запомнится эта неделя. Следите за событиями республики вместе с нами. Желаю вам хорошего дня и до свидания.